Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас необычный тур в западной премьер-лиге. Встречается Мега-Титан с командой Портер. И вот коллега Михаил Меркулов уже собирается взять первое интервью у главного тренера Мега-Титана. Вот буквально сейчас считанные секунды остаются до того, чтобы он пообщался. Соответственно, у нас тут подготовка уже завершается. И, соответственно, я вижу, что нет, все-таки принял решение Михаил поменять интервью Ирова. И сейчас он возьмет интервью у новичка Мега-Титана Валерия Сорокина. Вкусно интервью для видео. Видео-интервью Валерий Сорокин перед матчем с ФК Портер. Валерий, скажите, пожалуйста, как настрой, несмотря на то, что погода не очень хорошая? Да, хороший настрой. Нормальная погода для ноября месяца. Мы же не в Краснодаре с вами. Ну, согласен. Перед матчем какая была установка от тренера, да, все-таки Портер достаточно неприятный соперник? Выходить и выигрывать. Вот установка. Нет, ну, на самом деле, действительно, настрой такой, что нужно побеждать сегодня. Потому что в чемпионате у нас, к сожалению, есть одно поражение. Это плохо. А так, как бы, сыграли сколько? Пять туров. Поэтому, вот, молодые люди, видите, вот какие. Плюс вы упустили победу в Лиге Чемпионов. Вот в связи с этим какие-то были, может быть, тренерские перестановки? Может быть, о чем-то особенно попросил главный тренер Аштиандар Голевец? Ну, во-первых, пока еще тренер так много о чем не просил, потому что сейчас установка у нас будет непосредственно перед игрой. Поэтому сейчас послушаем. А так, вообще, конечно, расстроились очень. Потому что пропустить на последней минуте за 17 секунд до конца игры. Пропустили второй гол, при том, что вели 2-0 по ходу встречи. Вот это, конечно, было очень печально. Вот, и завтра нужно ехать и как минимум не проигрывать на выезде. Поэтому Гефестом. Поэтому, конечно, неприятно. Ну, ничего страшного, трагедии никакой нет. Все, спасибо, хорошей игры. Спасибо вам, мужчина. Спасибо. Сейчас пообщаемся еще с Максимом Ельцовым, который вот-вот ко мне подойдет. Максим, приветствую. Максим, ну, такой же вопрос, как и футболисту Мега Титана. Какой настрой перед этой встречей? Да, всем добрый день. Настрой, конечно, боевой, потому что обе команды показывают неплохой футбол в чемпионате. По потерянным очкам, по-моему, даже у нас равенство. Вот, так что игра принципиальная всегда, жесткая, боевая, то есть неуступчивая, всегда в 1-2 мяча. Поэтому я думаю, что игра будет довольно-таки интересной. Максим, можно сказать, что в этой встрече фаворит Мега Титана, и вы будете играть вторым номером? В принципе, может быть, да, если по подбору игроков смотреть и так далее. Но мы не уступаем. То есть у нас есть свой план на игру, как мы его будем реализовывать. Думаю, что мы сможем его воплотить и нейтрализовать игроков Мега Титана, и поэтому одержим победу. Максим, кратко, какой план на игру? Кратко, выиграть, набрать 3 очка. Даже сказать, может быть, банальную фразу, что игра за 6 очков, поэтому главная победа. Все, Максим, спасибо, удачи, хорошей игры. Спасибо. Максим, тебе слово. Большое спасибо коллеге Михаилу Меркулову за два интереснейших интервью, которые он взял у представителей двух команд. Двух команд, которые являются лидерами нашей западной премьер-лиги. Ну, наверное, о Портере можно сказать как о текущем лидере, поскольку на третьей позиции находится команда. Ну, а Мега Титан, несмотря на то, что находится на седьмой строчке, тем не менее, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Мега Титан – это бренд, это монстр такой, если позволите, западной премьер-лиги. И всегда он слывет, конечно же, фаворитом и претендует исключительно на высокие места, на высокие задачи. Необычный тур у нас, друзья, в западной премьер-лиге. В эти выходные, представляете, только один матч всего-навсего состоится. Вызвано это, в первую очередь, тем, что команды наши широко представлены в Еврокубках. Ну и все, готово у нас, друзья, к началу этого матча. Были небольшие у нас технические неполадки, но все сейчас абсолютно нормально. И Василий Лазийский, главный арбитр сегодняшнего матча, дает свисток о том, что эта игра началась. Напомним, что это перенесенный матч второго тура, и, соответственно, он будет сегодня доигран. Ну и пока команды вкатываются в этот матч, мы огласим стартовый состав. И начну, наверное, я с номинальных гостей, это футболиста Мегатитана в воротах. Достаточно неожиданно Александр Устинов написано, да, но то ли вот в последний момент, то ли, не знаю почему, но в воротах, конечно же, Сергей Лихонин, номер 30-й. И вот такая смена позиции вратарской, это очень важно, да, как бы она не сыграла злую шутку. С Мегатитаном в защите справа Сергей Алборов, номер 18, в центре Сергей Терентьев, номер 6, слева Никита Сурков, номер 7. Полузащита справа Евгений Сорокин, номер 77, Валерий Сорокин, прошу прощения, номер 77, Михаил Кименов, номер 14, слева Артем Клюев, номер 9, капитан команды, и на стрейотаге Эрик Корчагин, номер 8. Ну и, миша, что вы позволили, состав Портера, он узнается сегодняшним по синим майкам, черным бриджам и белым гетерам, соответственно, Мегатитан в своих традиционных бело-синих цветах. Ну и состав Портера. В воротах под первым номером действует Роман Нистратов, линия защиты представлена тремя футболистами, это Ромисов Шимошеддинов, номер 33, значит, Сергей Евтушенко, номер 16, Абузар Мамедов, номер 66. Под пятым номером в линии полузащиты действует Николай Аверьянов, Сергей Греченков в центральной линии под номером 8, капитан команды Кирилл Шургая действует слева под номером 3, ну и на острие атаки под номером 9 действует Александр Минченков. Вот такой вот состав сегодня выставляет Портер на важнейшую игру первого круга. Ну а на важнейшую для обоих коллективов и тем и тем нужны очки, потому что Титанов, КСП и ЦДН, они отрываются, они идут практически без потерь. Напомню, да, сейчас две команды у нас после прошлых выходных осталось с нулем в графе поражения, это ЦДН и Титанов. ФКСП как раз в очном поединке с Титановцами проиграли, проиграли Титановцам и, соответственно, тоже поражение имеют. Мега Титан проиграл еще в первом туре Слану Готагову с отчетом 3-2, с тех пор провел не так много матчей, но тем не менее победных. Что еще касается Мега Титана, после вот этого штрафного вполне опасного, Пименов и Клюев его будут разыгрывать, это очень опасно. Клюев слева ноги может и пробить, а можно и покатить Суркову, да, в принципе, есть некоторые варианты розыгрыша штрафного. На углу как раз мяч стоит, Василий Лазицкий показывает, что рано еще разводить этот мяч, потому что там Терентьев, там Минченков, Евтушенко что-то там поспорили. Ну и смотрим, Пименов просто катит, Клюев, удар, и кто это? Кто это был? Это, по-моему, был Минченков. Вот так вот, пожалуйста, да, пришел помочь своим партнерам и принял этот удар на себя. Но мяч-то летел, по-моему, в ворота, да, Максим? Да, мяч направлялся точнехонько в нижний угол, и Минченков здесь, жертвуя своим здоровьем, подставляется под этот удар и буквально выручает в прыжке свою команду, но сможет он продолжить игру, вот сейчас поднимается и потихонечку трусцой возвращается на свою привычную позицию. Продолжаем мы наблюдать за интереснейшим поединком. Конечно, сейчас Мега Титаны, но реально у вас ворота. Сейчас Сорокин отдает передачу на Корчагина, и что сейчас? Эрик пытался вернуть мяч Сорокину, но тут Валерий показывает Эрику, что нужно было уже самому завершать. Не поняли сейчас партнеры друг друга. Но, наверное, сказывается еще то, что притирка имеет место у Сорокина в новой команде Мега Титан, хоть и 7 игр уже за нее он провел, даже 8, соответственно, 4 в Лиге Чемпионов и 4 в Чемпионате. Но вот какие-то все-таки еще взаимодействия необходимо налаживать, вот как конкретно в этом моменте. Ну вот интересно, Мега Титан сейчас две возможности создает за минуту, и несмотря на то, что в таблице находится ниже, наверное, показывает, что будет сегодня играть от ножа первым номером и, конечно же, претендовать на победу. Здесь о другом, конечно, речи не идет. Клюев сейчас с мячом в центре поля, слева под него подстраивается Сурков, Пименов разводит на Алборова, возвращает Алборов к Пименову, снова Клюев. Смотри, Мега Титан играет очевидно первым номером, пытается взять мяч под свой контроль, и несмотря на то, что Игорь Кротков, руководитель команды, очень переживал по такому моменту, что будет отсутствовать значительное количество футболистов, таких как Ланцов, Кутузов, Кукцев, тот же Крупадера, пожалуйста, вот их нет. Но даже в отсутствии этих футболистов состав Мега Титана выглядит крайне привлекательным. Да, это такая, конечно, команда, которая имеет колоссальную обойму, а сейчас Корчагин будет пытаться дать мяч, и он это делает. Да, Миша, вот такой вот, можно сказать, курьезный гол, но здорово исполнял Корчагин верхний угол, Иностратов не успевал перемещаться, да, ну и вроде бы в перекладину мяч попадает, ну и от спины Романа в воротах оказывается. Вот напомнил мне этот гол Лига Чемпионский, вот этот вариант, когда Андрей Тихонов от спины по Льюке, помнишь, в Лиге Чемпионов забил этот гол. Вот часто так, на самом деле, случается в футболе, что Перекладина выручает команду, но спина вратаря играет против нее, и именно сейчас вот таким вот хитрым способом Эрик Корчагин открывает счет в нашей встрече. Ну, ты знаешь, Максим, мне немножечко показалось, что как-то Роман Нистратов не так, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Да, согласен с тобой, что зачастую бывает, что Мегетан немножко на какие-то отрезки выключается, но эти отрезки могут быть решающими. Сейчас Клюев прекрасную передачу получает от Суркова и забивает второй гол. Прошивает практически, да, он не стратово, такое ощущение мне сначала показалось, что вообще с внешней стороны мяч залетел, но нет, мяч залетел в ворота и 2-0, и вот оно, начало, которое для Портера можно назвать катастрофическим, что это, недонастрой, что это, может быть, перегорели перед матчем? Наверное, могли перегореть, конечно, такая игра, такого накала, все-таки Трансконтейнер и ЦДН были давно у Портера, вот с такими соперниками не встречались сильными, ну а Мегатитан какой шквал атак обрушил на ворота Портера, да, сколько возможностей мы увидели, и, Миш, сколько раз Алборов уже здесь в штрафной появлялся и со штыка даже мог там мяч забивать, То есть Мегатитан будет сейчас атаковать всеми силами, и такое ощущение, что Мегатитанцы решили в первом тайме решить вообще исход поединка Ну, 2-0, давай, скажем это в миллионы раз, самое опасное в этом формате, это раз, во-вторых, мы только что, Максим, с тобой говорили, что Мегатитан не может сейчас играть в тот вот футбол, который, например, начинает, да, вот посмотри, 10 минут, шикарно, и может быть, опять же, моменты у Мегатитан, когда Портер может воспользоваться и, например, забить гол, а то и два, ведь Мегатитан не может ровно проводить, еще раз повторюсь, да, поэтому говорить о том, что Мегатитан сейчас Забронировал себе победу уже, да, за 40 минут до конца встречи, я бы все-таки преждевременно, хотя по первым вот 10 минутам, ну, Мегатитан играет очень уверенно, очень спокойно и вот с позицией силы, конечно Да, именно так и есть, Миша, ну, вот с такой командой, как Портер, стоит чуть-чуть расслабиться, тут же могут наказать, и вот я вспоминал игру первого круга, и там вот, ну, буквально Андрей Иванцов за минуту два мяча забил, стоило чуть-чуть расслабиться и тут же получили Наверное, 2-0, конечно, это преждевременно говорить о каких-то итоговых раскладах текущего матча, тем более, что Портер, посмотри, начинает просыпаться и начинает усиливать давление на ворота своего соперника Шемшегинов по правому флангу, направо на Воронцова, но это ошибка здесь, не разобрались, и атака, контратака, 2-2, Сурков, направо на Корчагина, Корчагин против Мамедова, удар, но здесь Мамедов помешал прямому удару по воротам, и мяч отправляется на угловой Да, снова в ближний угол сейчас Эрик Корчагин пытался отправить мяч, согласен с тобой, что было ощущение, что с внешней стороны стенки, сетки, простите, заходил мяч, но в ближний угол пропускает Роман Нистратов, и, наверное, здесь вопросы могут к воротарю возникать по обоим мячам, но посмотрим сегодня Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, действительно, ну не думаю, что здесь лицо потеряет команда Портер в этом матче, но то, что 3-0 проигрывает, конечно же, это колоссальное уже преимущество Мега Титана и очень сложно. Я вообще не представляю, как команда может четыре мяча забить Мега Титану для победы и даже три отыграть с Мега Титаном это практически невозможно. Возможно. Пименов в стороной площади против Аверьянова и угловой сейчас. Пименов на Корчагина розыгрыш короткий. Ты из четырех три футболиста магистрали помнишь, да, такой клуб еще был в прошлом сезоне? Конечно, не то что помню, а отличная была команда и более того, она в Кубок ФЛ попадала в позапрошлом году. И сейчас вот игроки магистрали практически все задействованы, там есть и в высшей лиге, да, вот все вот это троицы, которые сейчас выйдет. И в первой лиге тоже в CDN2 сейчас три футболиста магистрали заявлены. То есть, ну, команда снялась, а дело ее живо. Ну и посмотрим сейчас, Ислам Форманов-то вообще лучшим бомбардиром Портера является на текущий момент. Пять забитых мячей, посмотрим, удастся ли ему забить Мегатитану. И при этом он не является игроком стартового состава. Да, ну, конечно, сложно быть игроком стартового состава. Тогда есть Менченков, а сейчас чуть было четвертый мяч здесь не придумал Мегатитан, но не был готов там скобляков на дальней штанге. Ну, а Терентьев здесь просто спокойно контролирует ситуацию. Сейчас Александр Меченков что-то очень активно объясняет на своей скамейке запасных о том, как все-таки должна играть команда. Вот интересно бы послушать, вот о чем Александр Меченков говорит и чем он так недоволен. Ну вот вижу, что справа и слева от него находятся защитники. Это Абузар Мамедов и Рамид Шемшиддинов. Я так понимаю, что претензии обороне предъявляет, но не мудрено, что с таким счетом высказывается сейчас Менченков в сторону своих партнеров, которые играли в обороне. Ну, а как он мог себя проявить, Менченков? Да, в том-то и дело, до Менченкова практически не доходили никакие передачи и, в первую очередь, возможно, это вопросы и к защитникам, которые должны были доставлять за счет длинных передач. Да, конечно, но единственное, что полуэпизод был у Менченкова, который ты отмечал, и все-таки из него удар смог Александр выжить, а больше-то и на голодном пальке он находился. Ну, посмотрим. Форманов, вот видишь, сейчас активно включился в игру, но он здесь между тремя защитниками бегает. А где, собственно говоря, помощь-то от партнеров? Вот сейчас Воронцов все-таки помогает ему. Имеет возможность попроще сыграть, тем более, что Корчагин здесь зацепится за этот мяч. Пименов. И снова Воронцов, потеря Мегатитана. Ну, вот такая расслабленность, о которой ты говорил, сейчас все-таки прослеживается в действиях лидирующей команды. Посмотрим, сможет ли ею воспользоваться Портер. Вот чувствуется, что Мегатитан не в полную прыть играет. И Портеру надо пытаться все-таки из этого выжать максимум. Хотя бы на один гол что-то здесь смастерить в первом тайме. Потому что уходить на вторую половину встречи со счетом 0-3, ну, это совсем уж печально. Это футболист, который обладает хорошим дриблингом, который может обыграть один в один, но вот сейчас на позиции левого защитника. Он играет Куликов, игрок молодежной сборной. В прошлом году выступал за него и является победителем позапрошлого чемпионата молодежных сборных. Так что у Портера подбор футболистов очень приличный. Но вот, опять же, Портер очень подвержен эмоциональным таким всплеском. Наверное, вот какая голова, да, у семьи, назовем Портер, это семья, да, так, такое настроение. Вот возможно, что сегодня Максим Ковальчук не такой заведенный, может быть, не такой жаркий, как обычно, да, и, возможно, это чувствует команда, и поэтому тоже так играет. В принципе, можно же провести такую параллель. Да, может быть, такой вопрос, не заведенный или перезаведенный, да. Ты говорил, что мог Портер просто-напросто перегореть, настраиваться на этот матч. Но вот Портер... Но даже на Лигу Чемпионов не удается замахнуться. Может быть, в этом сезоне чувствуют пивовары, что пришло их время, да, пришло их время, чтобы бороться за самые высокие места. Ну, а вот показывает Мегатитан, что все-таки еще не совсем готов Портер для того, чтобы бороться за чемпионство, да. И вот по этой встрече не скажешь, что Портер созрел. Ну, вновь команда-то молодая. За исключением, наверное, Миченкова в этой межсезонье пополнили сплошные молодые футболисты. Форманов, Иванов, тот же Евтушенко. Это футболисты, которым есть куда растить и есть в чем прибавлять. Но при этом потенциал очень большой. Но, опять же, сегодня вот не идет у Портера и все, хоть ты тресни. Посмотрим, есть ли у команды Харакер, есть ли вот этот стержень, который не позволит все-таки развалиться до конца и, может быть, что-то придумать в конце первого тайма и есть еще целый второй тайм. Да, второй тайм есть у Портера для того, чтобы поправить ситуацию. Но ситуация, конечно, сейчас близка к плачевной. Вот Форманов сейчас получает возможность, бьет Лихонин. Этот сильный удар не смог здесь проконтролировать, отпустил от себя. Ну и Таймасов, его партнер по магистрали, по бывшей команде, не успел к этому отскоку. Но, действительно, здорово вошли магистралевцы, если так можно их назвать, да, но на текущий момент Портеровцы. Вот первый хороший момент они создали после выхода. Кабанов на левом фланге через Лихонина. Нет, Терентьев перехватывает этот мяч. Но Мегатитана может катать через галкипера. Лихонин очень здорово играет ногами. И для него сделать такой шикарный пластер или сделать хорошую передачу не составляет никакого труда. Да, отмечали мы, как играет Лихонин с ногами. Я помню, что матч был Барса, по-моему, это был финал Кубка. И специально я считал, сколько обостряющих передач Лихонин отдаст за матч в финале Кубка. И он их сделал 11 штук, представляешь? 11 передач, именно не просто точных, да, на партнера ногами, но еще и обостряющих, проникающих туда, в штрафную площадь. Это уникальный показатель, на мой взгляд. Почти как Игоря Тимфеев. ЦСКА делает 90% точных длинных передач. Также и Сергей Лихонин. Хотя Сергей Лихонин бывает и обостряет у своих ворот. Были матчи, когда он просто рукой закидывал в сетку своих ворот. Был такой матч против Москвы. Ну, это такой лиричный. Страфный удар в сторону как раз Сергея Лихонина у мяча. Голеб Воронцов. Посмотри, может быть, из него, может быть, получится извлечь какую-то пользу. Да, сейчас реальная возможность возникает у Портера. И Воронцов будет бить удар поворотом. Ну, и Корчагин с Пименом берут удар на себя. Форманов проигрывает борьбу Альборова. Ну, а Пимен здорово ставит корпус. Горченков сейчас как отрабатывает здорово. Так, коллективный прессинг в центре поля. Но все равно мяч остается у Мега Титана. Ты знаешь, не первый раз футболисты Портера подскальзывают. И что-то, видимо, сцепление. Может быть, не ту обувку отдельно этот матч. Хотя поле, ну, такой растяющий дождь был. Немножко скользкое. Вот самое вот шикарное. Не переобулишь на зимнюю резину еще, да, футболисты. Но где-то, да, немножко проскальзывает. А вот сейчас мы смотрим Корчагин. Он покидает поле. И Микинкин появляется. Ну, вот говорил Игорь Кротков перед матчем, что повреждение имеет Микинкин. Но вот все-таки получает игровое время. И сейчас имеет возможность, чтобы сделать счет 4-0. Но Нестратов в данном моменте хорош. Ну, отбил, но отбил перед собой. И, благо, Евтушенко пошел на помощь своему голкиперу. Потому что Клюй мог просто вносить этот мяч в сетку. И 4-0 это было бы совсем уже печально. Да, действительно, 4-0 это уже вообще было бы совсем. Можно было бы тогда платки нам доставать и плакать. Но здесь все-таки Нестратов и Севтушенко угрозу отводят. Ну, а Мегатитан продолжает контролировать мяч? Да, именно контролировать. У команды получаются хорошие передачи и движения, и все своим игрокам. И вот такие микроэпизоды. Мегатитан пока чуть быстрее. Здесь на газоне оказывается Куликов. Куликов, да, здесь выиграл борьбу у Микинкина. Но сначала сыграл в мяч, а потом немножко подсек ногу Микинкину. И тот, падая, локтем угодил полузащитнику Портера. Неумышленно это было сделано, но вот просто такое падение неудачное на своего оппонента. И сейчас вот были вы ощущения, испытывая полузащитник команды Портера. Пименов покидает поле. Не вижу я, кто вместо него появился. Сурков, похоже, вернулся на зеленый прямоугольник. И здесь пауза, которая, наверное, на руку Мегатитана. Хотя по игре не скажешь, что это на руку Мегатитану, поскольку Мегатитан полностью контролирует всю ситуацию, да, и продолжает нагнетать при счете 3-0. Куликов с трудом подымается с газона. Замену не просит. При этом... Да, ключица вот здесь, похоже, левая немного повреждена у полузащитника, но показывает Ковальчуку, что может продолжить. Вот сейчас фэрплей в исполнении Клюева возвращает мяч. Нистратов начинает редкую атаку своей команды. Иванов находит Форманова. Форманов корпус ему укрывает, находит Гличенкова. Ну, хотя бы попробует пробить. Ух, ну эта передача в никуда. Потому что, ну, вот то ли Мегатитан настолько внимательно играет в обороне, то ли Портер настолько без зуба в атаке. Потому что, ну вот сейчас даже передача Гличенкова, она была без адресата. И вот Куликов подскальзывается, но Сурков этого не видит. И хорошо, вот сейчас передача не прошла. Объясню почему. Потому что, ну, все-таки Куликов травмировался, да. И было бы, ну, не совсем честно, если бы Мегатитан сейчас забил. Да, здесь, причем реально мог забить Мегатитан, поскольку 3 в 2 сейчас вываливался. Ну, не точная передача Суркова. Выручает Портер от четвертого гола. Ну, и все-таки меняется. Куликов на поле, вместо него появляется Рамис Шумшендинов. Оборов направлено на Сорокина. Здорово Сорутин делает передачу на Клюева. Кабанов. Кабанов передвинулся с уходом Пименева в центральную зону. Ну, все проходит у Мегатитана. Все получается, все передачи в ногу, все четко. Ух, здесь Терентьев, нет, конечно, здесь Терентьев. Первый, Алборов. Ну, и все, и вышли. Достаточно легко. И через левого фланга через Суркова. Нефтушенко действует на опережение. Воронцов. Ну, и Миккинкин вынужден нарушить правила, дабы не развернуться атаки. Но, на самом деле, и даже в этом эпизоде не было опасно, поскольку Терентьев, Кабанов и Алборов были готовы встретить. Это наступление. Ну, Мегатитан хорош и не только в атаке, но и в обороне действует сверхнадежно. Нефтушенко налево. Иванов. Алборов на опережение играет. Да какое на опережение? Тут здесь даже можно сказать, что Терентьев один был здесь. Просто передача очередная не точная от футболистов Портера. Но здесь Воронцов до конца молодец здесь пошел и хотел практически... До конца в борьбу поиграть, вот это очень важно сейчас для Портера не скисать, а теоретически 3-0, да, всякое может произойти. Ну, ты знаешь, Миша, всякое может произойти, но не по такой игре. Если будет такой же рисунок продолжаться, то здесь никаких шансов у Портера, на мой взгляд, нет. А за счет чего Максим Ковальчук сможет внести корректировки, вот это уже другой вопрос. Что у него есть в резерве, какие у него есть мысли, да, или как он может психологически повлиять на команду в перерыве, чтобы ее встряхнуть и чтобы как-то изменить ситуацию. Если продолжится то, что мы видим в первом тайме, никаких шансов у Портера, на мой взгляд, в этом матче. Кабанов вот эти свои, от себя под себя он очень любит, и у него такая фигура, да, когда он делает замах, действительно можно проверить, что он будет бить, и когда под себя еще делает, то крайне сложно у него отобрать в таких ситуациях мяч. Да, большая амплитуда у него вот этих финтов, и действительно очень сложно к мячу подобраться, поскольку и корпус использует, и вот эти большие зигзаги своими длинными ногами, ну, практически нереально выткнуть. Разве что Михаил Ефимов из ФКСП мог бы здесь что-то противодействовать. Алборов снова выигрывает мяч. Сорокин вот под себя, Алборов возвращает. Ну и шире можно здесь, два варианта было, Сурков и Клюев. Ну и что ж, Василий Лазитский свистит на перерыв, и отдохнем и мы. Уильям Лазитский свистит на�. НОВЫ packaging он. Увеникриге. Глазит. НАПОСТРА fellowship тут Увеникриге. Увеникgram. А по факту, посмотри, получается даже лучше. Может быть, у Мегатитана уже переизбыток вот этих футболистов, и команде нужно просто дать какой-то костяк, который будет играть. И посмотри, все знают, что поиграют, все знают, что могут спокойно играть. И отсюда и результат, и игра-то какая получается. Да, действительно, часто футбольные люди говорят, что большая скамейка не всегда играет на команду. Что если есть незначительный резерв квалифицированных игроков, то тренеру приходится меньше голову ломать над заменами. Все-таки команды такого уровня, лидеры Западной Премьер-лиги, имеют хорошую физическую подготовку, и это позволяет им не меняться там каждые 10 минут. Вот Пеменов сейчас штрафной будет исполнять, а Верьянов спину подставляет. Ну вот, действительно, мы видим, что несмотря на отсутствие четырех ведущих игроков, Мегатитан показывает классный футбол, и совершенно незаметно отсутствие Кутузова, Куксова и прочих. В общем, здорово сегодня играет Мегатитан. Чего не скажешь, к сожалению, о Портере. Ну вот, может быть, во втором тайме пивовары смогут проснуться. Уверен я, что там Максим Ковальчук сказал ему футболистам. И сейчас, надеюсь, что включится как следует Портер в игру. Вот сейчас падает Рамис Шавшиддинов в штрафной площади, и Василий Лозицкий, ничтожество умняшится, ставит на точку, и Портер получает возможность, чтобы сократить счет. А он у нас 3-0, напоминаю. Сейчас очень важно Николаю Верьянову забить. Ну и вот, начало для Портера крайне важно. И сейчас Николай Верьянов подходит к этому мячу, который, это вот момент, который может переломить ход встречи Лихонин. Лихонин угадал, конечно, полет мяча, но поймать его было крайне сложно, потому что Верьянов послал этот мяч в самый угол, еще и низом сильно, но у Лихонина, конечно, шансов не было. Да, практически в угол Верьянов направил этот мяч, Лихонин хоть и угадал. Направление мяча мы знаем, что Лихонин у нас слывет настоящим мастером отражения 10-метровых ударов, но в данном случае не удалось, и Портер все-таки сейчас будет пытаться вернуться в игру. 1-3, это уже не так печально, но вот Мегатитан сейчас проводит очередную атаку. Сурков заковырялся немного здесь с мячом, и здорово сейчас капитан команды. Кирилл Шургая здесь вырывает. Корчагин вынужден сыграть через Терентьева. В каком составе начали коллективы этот матч? Мегатитан в воротах Сергей Лихонин, слева Сурков, в центре Терентьев, справа Алборов, полузащита слева Сорокин, в центре Пименов, справа Калюев. Вот сейчас он с мячом уех, чуть-чуть он опускает мяч, а так бы, конечно, мог делать передачу на Корчагина, который играет на острие атаки, и мог восстановить разрыв щеки в три мяча. Да, здорово сейчас защитник сыграл. Это был Максим Ельцов, который появился с первых минут во втором тайме. Ну вот, сейчас есть у нас возможность. Назовем состав Портера. Это Роман Нистратов под первым номером в воротах. Защитники Ромиш Шримшлинов номер 33, Бузар Мамедов номер 66 и, соответственно, Максим Ельцов, по-моему, под 77 номером действует. Сейчас вот опасный момент. Еще один Эрик Корчагин спиной придет мяч. Алборов пробивает, и Нистратов здесь не рискует, не ловит мяч в руки, а переводит его на угловое. Скользкая у нас погода, и не стал рисковать Роман. На угловое получает сейчас возможность подать Мегатитан. И Терентьев там сейчас раскачивает Шумшеддинова, полагая, что на него может сейчас пойти передача. Вот продолжаются эти противодействия, но Нистратов здесь третьим нелишним выступил. И вот пластер Нистратов не настолько хороший, насколько введение мяча от Лихонина, который ты, Миш, в первом тайме отмечал. Клюев и Шумшеддинов в борьбе склеснулись, но на нарушение правил усмотрел Василий Лазийский, главный арбитр сегодняшнего матча. Клюев уходит здорово вправо на Корчагина. Хитрая была передача, но здесь Максим Ельцов, который не появлялся в первом тайме. И удар. Да, видел Клюев, что мяч не идет в створ ворот, поэтому пытался его принять. Но сильно сейчас исполнял удар полузащитник Мегатитана, и поэтому не удалось укоротить кожаную сферу. Ну и полузащита Портера не дали мне возможность назвать состав полностью. Николай Аверьянов номер пятый, восьмой номер Сергей Греченков, третий Кирилл Шургай, капитан команды, и Александр Мельченков под девятым номером действует впереди. Вот такой состав. И единственное изменение, которое ты отметил, это Максим Ельцов, который имеет все-таки 27 номер. Портер в атаке. Ну и Клюев сейчас прерывает эту передачу. Шургай через дом вынужден сыграть. Нестратов, под него постраивается Ельцов. Передача Ельцова. Греченков. Шушединов получает мяч. Дальше туда на Мельченкова. Не забываем про него, но Терентьев тут как тут. И через нарушение правил вынужден здесь действовать. Ну вот еще одна опасная возможность для Портера. Ну совсем будет интересно, если Портеру сейчас удастся организовать гол со второго стандарта. Мельченков будет его исполнять. А Мельченков может попасть. Мельченков может сделать так, чтобы вот этот штрафной превратился в опасную. Голевой момент. Такое ощущение, что немножко сейчас рекламный щит мешает Мельченкову. Вот такую дугу он закладывает к мячу. Но посмотрим. Ситуация опасная, учитывая, что у мяча такой исполнитель. Левую ногу мы его знаем. Удар в верхний угол дальний. Ну вот хорошо прицельно бил Мельченков. Не опустил мяч и Лихонин видел прекрасно, что сфера летит выше перекладины. Лихонин отворот. Ищет партнера, кого можно найти. Ну конечно Корчагина, который поднимает сейчас руку. Портер, естественно, начинает персинговать, разбирать игроков еще на чужой половине поля. Посмотри какая передача, да? Корчагину в ножки, удобные. В шнурки, как говорят футболисты. А сейчас здорово пробивает Клюев в дальний угол. Нестратов такое ощущение, что немножко не увидел этот удар. И в последний момент уже прыгнул в угол. Было похоже на то, что мяч может зайти в дальний. Но вот разминулся мяч со штангой ворот. Выигрывает Алборов, Греченков на подборе. Ну и Клюев здесь отбирает мяч. А Пиминов шведой на Корчагина принимает он. Ельцову не удается подобраться. Пиминов вторым темпом. Сорокин получает мяч. Обыгрывает Финтом Мамедова. Передача на дальнюю штангу. Ну и Корчагин не понял траекторию направления мяча. Все-таки чувствуется небольшое вот это вот наигрывание связи. Сорокина с командой Мегатитан. Все-таки нужно какое-то время, чтобы чувствовали партнеры, куда будут приходить мячи. И вот надо еще все-таки этот компонент будет наладить. Но Сорокин-то хорош. Конечно. Но безусловно, такой исполнитель. Да, и выступал в Премьер-лиге, сколько матчей провел. Даже в Бельгии высшей лиге, да, выступал за агент. Вот, за Московская Динамо, за Томскую Томь. Он, безусловно, очень квалифицированный исполнитель. И техника у него великолепная. Но вот здесь, как ни крути, кто бы ни пришел в Мегатитан, да хоть Криштиану Роналду, все равно нужно нащупывать связки. Согласен, Миш, ну, чтобы играть в командную футболу? Ну, конечно, конечно. Как бы не банально звучало, но все-таки порядок в какой-то степени бьет класс. Можно иметь 10 футболистов, просто идеальных, но при этом, если не будет команды, да, выиграть будет крайне сложно. Да, Минченков сейчас через Греченкова играет. Вот такие два созвучных, две фамилии. Греченков сейчас будет опускать мяч, так и делает. Ну, и вынужден через Нестратова отыграться, поскольку Корчагин там напрягал Ельцова. Аверьянов по правую флангу набирает. Хорошо, Корчагин здесь опускается, смотри-ка, глубоко. Минченков, ну, и Теретев с Пименовым здорово действует в отборе. Чуть-чуть притушил темп, да, Мега Титана. Портер, как бы, после того, как сравнял один мяч с пенальти, попытался нагнетать там атмосферу у штрафной площади Мега Титана. Но вот все-таки класс Мега Титана показывает, что могут они сбивать и темп, когда это требуется для игры. Ну, вот сейчас, да, действительно сбили темпы и потихонечку опять забирают мяч себе. Шевшидинов вводит из аута, ждет предложения от партнеров. Аверьянов здесь не успевает, смотри, как прессинг идут с Урков, с Пименовым. Мамедов тоже вынужден назад играть. Ельцов. Мега Титана тоже не стесняется, старается прессинговать уже в середине поли, и это дает свои плоды. Здесь Лихоня должен быть первый, конечно. Да, вот сейчас мы слышим крик с бровки от Ковальчука и его помощников. Да, рассчитывали на то, что второй пенальти поставит Василий Лозицкий. Ну, вот сейчас продолжается атака Шургая, да, поворот там, перекладина спасает. Ну, сейчас как классно Шургая закладывал в дальний угол. Ну, Менченков здесь, конечно, здорово выиграл верховую борьбу, устремился вперед, и было касание ноги Теретьева по отношению к Менченкову, который сейчас головой бьет. Ну, падение было красивым, настолько красиво, что не поверил Василий Лозицкий. Хотя, вот я смотрю, Менченков хромает после этого эпизода. Был, безусловно, контакт, но вот был ли он настолько, чтобы Менченков не удержался на ногах, это уже большой вопрос. Высокая динамика игры, и поэтому очень трудно там рассмотреть. Шургая вторая попытка поразить ворота дальним ударом, ну и голову подставляет защитник Мега Титана. Вот сейчас хороший отрезок проводит Порта. Поживи, поживи, пошла игра, Сорокин так обнял сейчас Менченкова. Видимо, знакомые два футболиста пересекали свою футбольную карьеру, и Пименов поправильно, попроще здесь разрядить обстановку. Нистратов уже вот достаточно далеко вышел из ворот, практически центрального защитника помогает своим партнерам. Сорокин сейчас на Пименова играет Пименов. Ну, обыгрывает Шургая, и Шургая здесь сбивает темп атаки, нарушая правила в центре поля. Для обоих коллективов очень важны эти матчи, но я напомню, что завтра еще и обе команды играют на выезде в Лиге Чемпионов и Кубке ЛФЛ. Мега Титан играет ответную встречу против Гефеста на севере, Портер играет с Изумрудом 86. Ну, если для Портера, пожалуй, все решено, они вышли из группы, вопрос просто, с какого места. И сегодня как раз здесь можно отдать все силы, да, в принципе, завтра, о завтрашнем дне можно не думать, то Мега Титан как раз крайне важна победа над Гефестом. То, что Мега Титан выйдет, ну, тоже вопросов здесь не вызывает, но вот вопрос, какое место, а там очень важно, потому что Мега Титан теоретически может попасть на ФКСП, что, ну, крайне нежелательно, наверное, для команды синий-белых-голубых. Да, именно об этом говорил Игорь Кротков перед матчем. Не хочет он встречаться в четвертьфинале с футбольным клубом сотрудников прокуратуры. Прокуратура чисто теоретически может на втором месте в своей группе оказаться, но вряд ли это произойдет, и поэтому Мега Титан завтра поедет на север за победой, дабы не сойтись с прокуратурой уже в четвертьфинале на такой ранней стадии. Ну, Мега Титану с прокуратурой еще два раза как минимум в этом сезоне играть. Один матч уже между этими командами состоялся. Мы знаем, что перед чемпионатом по пенальти ФКСП выиграл Суперкубок. Ну, дважды еще в чемпионате и сыграют как минимум. Ну, а, наверное, Кротков хочет встретиться с прокуратурой в других стадиях, ну, например, в полуфинале или в финале, который станет для Мега Титана уже четвертым. Так, первая желтая карточка в сегодняшнем матче. Менченков ее получает. Попал он так очень болезненно в Суркову. Высоко поднял ногу. И, соответственно, обоснованная желтая карточка длинная передача на Менченкова принимает. Но нет, Терентьев, конечно, здесь так обозначил борьбу. И Менченкову было сложно принять спокойно этот мяч. Мяч Шурков на левом фланге. Моментально Мега Титана устремляется в атаку. Как здорово и быстро выходит эта команда на чужую половину поля. Ну, то есть Клюев может здесь вот так вот в мини-футбольном стиле здесь мяч придержать. Ну, а там, соответственно, рысью бросается сейчас Шургая. Два капитана, да, сейчас на фланге склеснулись и зарабатывают. А вот свою пользу Шургая. Капитан показывает на своем примере, как надо действовать, когда что-то не получается, когда команда проигрывает. Вот так подкать и где-то завестись, завести партнеров. Это сейчас Портеру очень важно. Ведь, если, например, сейчас Фарманов, кстати, выходит, вот такие футболисты, как Фарманов, например, Таймасов, Иванов, ведь они же могут, если поймать кураж, то они могут многое сделать. Да, безусловно, очень быстрые у них ноги. По-прежнему они молодые и хороший темп показывают. Игорь Кротков как раз-таки главным козырем Портера и отмечал перед матчем молодость футболистов. И их вот этот вот молодецкий задор, удаль молодецкую, действительно, очень живо. Способны действовать впереди эти футболисты, но пока... Атакует Мегатитанов. Алборов здесь в угол его выжил Шамшиддинов, держит мяч Алборов. Аверьянов помогает своему партнеру и все-таки зарабатывает Алборов штрафной. Вот смотри, как вышел из этой ситуации Сергей Алборов, да, классное технико-тактическое действие совершил. И плюс есть пауза, да, для того, чтобы передохнуть. Команды отыграли. Половина второго тайма, ну, Миш, второй тайм получше, смотрится поживее, да. Здесь, если в первом тайме полное превосходство Мегатитана, то во второй половине мы видим обратную картину. Но если вот так разделять два тайма, то во втором тайме Портер ведет 1-0. Да, именно так и ведет заслуженно, много возможностей создали футболисты Портера и смотрится уже на равных такая игра. И будто бы не было первого тайма, да, вот хочется его немножко где-то подзабыть. Но все-таки любим мы, когда в матче присутствует интрига, но в принципе она еще есть. Два мяча нужно отыгрывать Портеру. Ну и учитывая то, какую заряженность на вторую половину показывает команда, я думаю, что этот вариант не исключен. Это очень радует. Шургаем. Очень красиво на второй половине встречи. Действительно, как настоящий вожак, как настоящий лидер ведет свою команду вперед. Вот Мамедов, проникающий передачей на Менченкова. Здорово принимает. Александр? Ну все-таки прикрылись сегодня Менченкова. Александр Голевец, на мой взгляд, дал четкую установку, как против него играть, потому что он интересовался этим форвардом перед матчем. То есть, соответственно, обращал на него внимание. Соответственно, он просил очень внимательно здесь вот у Менченкова, а вот здесь он... А не показалось ли, Максим, что подтолкнул все-таки Менченков здесь Терентьева? Возможно, было небольшое касание, да, руками Терентьева, по крайней мере, сзади прям непосредственно он находился, и движение рукой было явное. Но вот Менченков здесь все равно сориентировался, да, и он видел, причем, что не успевает сыграть правой ногой Лихонин, потому что выходил на мяч, и сделал это левой. Но чуть-чуть буквально не хватило Менченкову, именно не для того, чтобы исполнить этот удар, а чуть-чуть до мяча дойти. Да, вот у него просто не было времени, поскольку оказался в тисках Терентьева и Лихонина в этом эпизоде, и схитрился пробить, но мяч проходит чуть выше. Нужно быть на чеку с таким футболистом, как Менченков, это совершенно очевидно, но и Терентьев ни на секунду от него не отходит, и даже сейчас, вот, видишь, прям рядом находится. Очень плотно, да, играют, и Менченкову очень сложно сейчас что-то придумать, и плюс мяч не всегда доходит. Если бы он доходил, может быть, Менченкову, мы говорили, и называли его фамилию чаще, и были бы у него опасные моменты, но вот пока что держат очень внимательно. Да, и тут еще, конечно, надо отметить, что... Ой, как здорово сейчас Менченков играет! Иславов, надо забивать! Форманов какой-то гол! Фантастика! Какой гол Форманов забивает! Только хотел сказать, что двух нападающих использует Ковальчук сейчас на поле. Форманов может и полузащитников сыграть. Какой мяч забивает Форманов? Ну, казалось, я уже хотел сказать, что у меня прикладина, штанга, и не будет гола, нет, Форманов попадает. Ну, вот мы только чуть-чуть там покритиковали, да, Менченкова, и он делает голевую передачу, но вот если забить не получается, он может наградить партнера. Как идеально дал на ход своему партнеру, и, ну, здорово, конечно, Форманов здесь исполняет. Форманов вообще, вот, ты знаешь, параллель можно провести такой Оле Гуна-Сульшер. Помнишь, такой был Манчестер Юнайтед, который выходил и забивал? Вот Форманов что-то похожее, ему, может быть, даже не надо играть в старте, он может просто выходить на свое время и забивать. Да, я помню, как Василий Уткин обыграл в эфире ситуацию с Оле Гунаром Сульшером, да, и Икером Кассилисом, когда Манчестер Юнайтед играл против Валенсии. Он сказал, если Оле Гунар Сульшер, это убийца с глазами ребенка, то Конесарос, Сатяга Конесарос, это убийца с глазами убийцы. Вот такое вот было у него сравнение, но действительно, вот, Ислам Форманов получает не так много игрового времени, как Александр Менченков, но выходя на замену, он постоянно обостряет и забивает много голов, является, как я уже сказал, лучшим бомбардиром Портера в чемпионате. Вот сейчас шестой гол забивает, но и не поленился я перед матчем посмотреть статистику Менченкова. Знаешь, что Миша отметил, что не только забивает он, но еще и много голевых отдает передач. Вот, получается, четыре игры в Кубке ЛФЛ провел и в чемпионате семь игр. В этих матчах он забил десять мячей и сделал девять голевых передач. Вот сейчас делают десятую. Ну, это десять и десять, это гроссмейстерский. Просто результат и насколько ровно, да, надо быть. Но вот, кстати, по второму голу итог Терентьев отпустил. Чуть-чуть. И, пожалуйста, сразу развернулся, Менченков отдал передачу. Ну, посмотри, вот сейчас вообще весело становится. Да, это действительно сейчас очень весело становится. И потом иди вспоминай, что первый тайм Мегатитан возил Портер, да, когда счет 2-3. А если Портер сравняет, то первым таймом вообще можно даже не вспоминать. Так я и говорю, что такое вот ощущение, оно меня по-прежнему не покидает. Будто бы не было первого тайма, да, и Портер вышел играть с Мегатитаном, начиная с 31-й минуты, а не с 1-й. Да, вот такая вот абсурдная ситуация. Но, значит, может Портер играть, да, если показывает такое движение. И такие опасные ситуации создает. Ведь не только два гола можно отметить, которые здесь организовался. Но и только опасных возможностей было, да. И перекладина Шургая, да, и Пинкова над перекладиной. И еще один выстрел Шургая. В общем, массу возможностей здесь создали футболисты Портера. И совершенно заслуженно они сейчас сокращают счет до минус одного. Меченков налево на Мамедова. Мамедов диагональ туда, но здесь, конечно, Сурков видел эту передачу. Ну и можно довести все-таки до, хотя бы до удара, да. Вот передача туда, вверхом, на дальнюю, такие диагонали, они вряд ли, конечно, пройдут сейчас. Да, ну а вот у Мегатитана две такие прошли до половины встречи. Ну там все-таки повыше были, и они были почти с углового, то есть немножко разные. Здесь все-таки целенаправленно идет атака позиционная у Портера. Вот здесь надо забивать и Клюев. Да, но это уже мастерство. Это мастерство, вот вроде бы Портер перехватил инициативу, вот же игры взял в свои руки. А Мегатитан первую же свою возможность реализовывает, да. Это говорит о классе исполнителя, в первую очередь, на мой взгляд. Потому что могут воплотить в гол первую же ситуацию футболисты Мегатитана. И какой важный гол сейчас на самом деле забивает Клюев, поскольку вот снова увеличивается разрыв и совсем сейчас по-другому уже, да, другие эмоции. И сейчас Портеру очень сложно будет снова вот этот вот ритм энергетики включить, который они показывали до этого. Вот, да, опечалил их гол, четвертый гол в свои ворота. Как все здорово действительно было сделано, идеальная передача. Нескоблякова и Клюев в противоход Нестратову делают эту передачу. И, в принципе, все просто и эффективно. Ну, посмотрим, что предложит Портер. Возможно, за 7 минут, например, сделать очередную интригу в этом матче. Да, ну, тут, ну, тут, мне кажется, психологически очень сложно вернуться, опять вернуть вот эти эмоции. Нужно сейчас забить, как и любым способом, там, не знаю, заковырять еще что-то. Сейчас важнее даже не то, что Портер проигрывает в два мяча, а то, что сейчас психологический перевес снова вернулся к Мегатитану. Лихонин длинная передача на Корчагина. Корчагин выигрывает эту верховую борьбу, но там Мамедов чуть-чуть тоже руками себе помогал. И все-таки аут в пользу Портера. Аверьянов, ну вот, 7 минут еще есть у Портера, не считая компенсированного времени. Возможно, 1-2 минуты будут добавлены Василием Лозицким для того, чтобы все-таки попытаться выровнять счет этой встречи. Вот сейчас, кстати, реальнейшая возможность у Портера появляется. Менченков зарабатывает этот штрафной удар и, скорее всего, сам будет исполнять его. Ну вот, ты смотри, Николай Аверьянов тоже сейчас подошел, но я думаю, что авторитет Александра Менченкова все-таки не позволит Николаю Аверьянову наносить этот удар. Вот отходит он все-таки от мяча. Наверное, в штрафную площадь вместе с Абузаром Мамедовым пойдут. Мамедов все-таки на подборе, Аверьянов туда крадется к дальней штанге. Потому что у Алборова уже, кстати, игрок есть. И смотри, уводит его Воронцов. Алборов это видит, подсказывает партнером, а Аверьянов один здесь. Вот Ильихонин совершенно тоже видит эту ситуацию. Ну, расставились футболисты Портера, но мне кажется, что будет все-таки прямой удар от Менченкова. Удар! Портер Лихонина добавить бы Шевшединову, но чуть-чуть выше стопы мяч подлетел. Не сориентировался Рамис. Ну, вот сейчас, конечно, опаснейшая ситуация. Да, Менченков нанес прямой удар. Здорово пробил, и Лихонин был вынужден перед собой отбить. Но Шевшединову не удалось здесь сориентироваться. Портеру надо чуть быстрее действовать. Передача туда на Менченкова, Алборов выигрывает верховую борьбу. Показывает, что Сорокин, что все в Багдаде, все спокойно. Но вот Бомедов здесь с Аверьяновым оспаривают этот тезис. Ну, а Сорокин показывает Лазицкому, что не согласен с его решением. Нет, все-таки Мегатитан будет вводить мяч из аута. Да, Алборов из Боковой. Корчагин, а, кстати говоря, в следующем на поле выйдут, и это будет тоже трансляция, Вестсайт и Москвич. Ветераны, и, кстати, Корчагин, получается, и Пименов, насколько я понимаю, что они будут в следующую игру еще играть. То есть, знаешь, насколько они готовы, да, что две игры подряд, при том, что с Портером наверняка силы было потрачено много, а Пименов провел почти весь матч и постоянно в движении, да, постоянно в борьбе. Да, Михаил Пименов – это незаметный герой Мегатитана, хоть сегодня он и не делал голевых передач и не забивал мячей, а вот сейчас чуть было в свои ворота не привезли футболисты Портера. Ну, вот незаметный такой герой. На самом деле колоссальный объем работы выполнил сегодня Пименов. Все вычищал в центре и дирижировал атаками своей команды. Ну, вот очень большая лепта его вот в тот счет, который мы на текущий момент имеем. Москвич, да, встретится с командой Вестсайд. Команда Романа Зверева, кстати, очень крепкий коллектив. И попробует она все-таки навязать борьбу одному из лидеров дивизиона 2А. Вот сейчас по ногам он получает Кэп Пименов, но продолжает атаку. Ну, хорошо, что парень не попал толком по ногам, потому что если бы, не дай бог, попал Мамедов, то Пименова могла быть серьезная травма на самом-то деле. Вот Кабанов раз-два убирает и бьет. Но Нестратов здесь видел полет мяча и, конечно, отразил. Но ты видел, какой замах сейчас сделал Кабанов. Мамедов чуть на второе поле там не учался после этого замаха. Действительно этим компонентом великолепно владеет, вот этим техническим компонентом Кабанов. Ну да, я про что и говорил. Да, именно так и есть. Если ты еще не знаешь, что Кабанова, да, то вот эти ложные, они как раз будут кстати. И сопернику будет крайне сложно что-то сделать против них. Терентьев ищет кому отдать. Правильно, не спешит сейчас в защите в Мега Титана, потому что время работает как раз на сине-бело-голубых, которые рвутся к очередной победе в чемпионате. Шепшигинов направо, Менченков. Боров здесь здорово, но посмотрите, как играет против Менченкова. Он понимает, что это главная звезда, через которой строится игра Портера. И как играет здесь Шепшигинов, здесь фалит, конечно же, на желтую карточку. Скобляков убегал, но извиняйте, да, здесь Арамис перед своим старшим оппонентом. Все-таки Сергей Скобляков, ну, наверное, в отсутствие, возможно, и годится Арамис Шепшигинову. А Мега Титана отыграл, несмотря на то, что 11-й тур, да, идет сейчас. Мега Титан отыграл всего лишь 5 игр. И вот это шестая встреча, и если она завершится победой, то команда наберет 15 очков и не попадет даже в шестерку. Пока Корчагин слишком высоко, но не точно, но сейчас этот удар был не столь критичен. Можно было бы и попробовать. Вот Портер, мы говорили о том, что сейчас у команды 8 игр, занимает она третью строчку с 21 очком в своем активе и, соответственно... После этих выходных вряд ли из нее выпадет, потому что только матчи на Москву будут. И вот и перенесенные встречи, в частности, вот Портер Мега Титан. Напомню, что Портер завтра здесь встречается с Изумрудом 86. Кому подопечный Максим Кульчака будет выяснять, кто же займет первое место в группе. Ну и Мега Титан отправится в гости к Гефесту. Это уже Лига Чемпионов на Флотской 64 пройдет эта встреча. Во сколько, сейчас я найду и скажу вам эту информацию. В 12.00, в полдень играет Мега Титан. Ну, мне кажется, что времени достаточно для того, чтобы восстановиться. Плюс должны появиться кутыров, кунцев, то есть усиление есть. Ну и закончилось у нас полное время матча. Я думаю, что Мега Титан уже можно потихонечку поздравлять с этой победой. Мамедов удар... Нет, практически все удары сегодня были заблокированы футболистом Мега Титана. А может быть, что контратака получится. Сорокин на правом фланге будет обыгрывать 1 в 1 Ельцова. Но Ельцов здорово здесь не купился на эти движения Сорокина. И отворот, ну и тактическая замена. Сергей Алборов, который провел безупречный матч. Вместо него появляется Артем Клюев на позиции крайнего защитника. Тоже очень универсальный футболист Клюев. Может и в центре сыграть, с краю ползащиты. И вот сейчас на правой защите играет. Где хочет, там и играет. Везде у него получается. Ну и когда тренер доверяет, почему бы и нет. Кабанов на левом фланге, через Суркова. Ну и Портер уже встал. Понимает, что эту игру не вытащить. Так, чисто для приличия он уже делает обозначение какого-то прессинга. Ну и Мегатитан. Надо просто сейчас держать мяч. Но Ашамшеддинов, Терентьев выбивает мяч высоко вверх головой. И все, 24. Победа Мегатитана. Ну и после матчевого интервью Максим Киселев там уже в гуще событий. Обязательно кого-то поймает. Ну и два разных тайма, да, у нас по сути получилось. В первом Мегатитана сделал себе комфортное преимущество, забив три безответных мяча и полностью доминировал и переигрывал соперника. Но вот во втором тайме в очередной раз команда немножечко потеряла концентрацию. Портер прибавил и в результате была даже интрига. Когда счет стал 3-2, Портер крайне близко подобрался. Но Мегатитан все-таки сделал счет комфортным. 4-2 и довел дело до победы. И Максим Киселев там ищет, ищет, с кем же он может пообщаться. Находит он Сергея Лихонина. А у Портера Кирилл Шургая будет отдуваться за своих подопечных как на поле, так и за его пределами. Максим, тебе слово. Капитан команды Портера, полузащитник Кирилл Шургая, несмотря на поражение, согласился дать интервью. Спасибо большое, Кирилл. Скажи, пожалуйста, вот сегодня два совершенно разных тайма. Классно сыграли во второй половине. Что не получилось в первом? Почему так поздно включились? Или может быть какие-то причины в этом есть? Причины, не знаю. Причины сейчас будем разбирать в раздевалке. Первый тайм просто был беззубый, отвратительный. Других слов нет. Во втором тайме вышли, уже начали плотно играть, кусаться, скажем так. И что-то уже получалось. Но, к сожалению, когда уже наверстывали 3-2, упустили момент и получили гол. 4-4. Психологическое преимущество было на стороне Портера. После первого и второго забитого мяча вы сократили отставание всего лишь до одного мяча. Но после того, как Мегатитан провел четвертый гол, такое ощущение, что уже руки опустились. Или не было такого? Нет, руки никогда не опускаются. Конечно, во-первых, и тренер нам не даст, и я не дам. И старожилы команды не дадут. Ну, так сложились обстоятельства, что, к сожалению, да, что-то подсели, скажем так, в конце. А должны были, наоборот, идти вперед. По задачам не могу не спросить. Вот именно в чемпионате, в этом сезоне, какие цели вообще ставятся? Озвучивались цели на это? В тройке будем. Все. В тройке, то есть будете, точно будете, да? И про Кубок ЛФЛ, если можно, один вопрос. Вы уже себе гарантировали выход. Тем не менее, завтра с какой целью поедете на выезд? Каждая игра, победа, выезд, победа, это без разницы, какой мы мест занимаем. На каждую игру выходим на победу играть. Кубки ЛФЛ тоже в тройку задача? Победа. Только победа. Желаю выигрывать вам и удачи в достижении целей. Спасибо. Вратарь команды-победители, мегатитан Сергей Лихонин. Сереж, в первую очередь, с победой поздравляю. За счет чего удалось переграть Портер? Ведь наверняка осторожно готовились к этому матчу. Конечно, мы знали, что соперик сильно идет с одним поражением всего, по-моему, да, у них было до этого. Но настраивались. В первой тайме, я считаю, мы сыграли, наверное, один из лучших наших таймов. Портер полностью переиграли, все в касании, все здорово. В перерыве говорили, что нельзя расслабляться. Но, в принципе, не расслабляли, а спина получили. После этого небольшое психологическое преимущество уже было на их стороне. Но хорошо, что забили четвертый. Этим мячом мы уже как бы так успокоили игру. Ну, вот действительно, первый тайм классно мегатитан провел. Со счетом 3-0 вы ушли на перерыв. Но во втором тайме здорово Портер включился. Ну, вот была какая-то настороженность, что Портер сможет полностью перевернуть всю игру. И, может быть, даже победителей в ничью сыграть после того, как 3-2 счет стал, в частности. Ну, после 3-2, конечно, уже это понятно было, что тут уже все почти с начала начинается. Да, небольшое наше преимущество было. Они наседали, но мы собрались и молодцы, не показали характер, не пропустили. Открой секрет, в перерыве была установка по счету играть на второй половине при 3-0? Нет, такой прям установки не было. Мы настраивались как 0-0, как бы все контролировать. Да, преимущество наше было, конечно, что мы вели три мяча. Завтра в Лиге Чемпионов у вас выезд с Гефестом, да, но вы уже вышли из группы. Какую задачу вообще ставит тренер именно вот на эту игру, которая вроде бы ничего особенно для Мегатитана не решает? Ну, пока он нам ничего не говорил, завтра скажет задача на игру. Сегодня мы настраивались на Портер. Ну, задача будет, конечно, выиграть. А в целом Мегатитан первое место в чемпионате и в Лиге Чемпионов, я так понимаю, да, ставит? Конечно, конечно, мы сами на самые высокие цели ставим. Ну, я вам желаю обязательно выиграть. Особенно желаю в Лиге Чемпионов, где уже в четвертый раз можете сыграть в финале. И если это случится, то обязательно желаю вам победить. Спасибо. Спасибо Максиму Киселеву и его собеседникам. Вот такая у нас получилась сегодняшняя встреча. Напомню, Мегатитан обыграл Портер со счетом 4-2. Для вас сегодня работал Михаил Меркулов, Максим Киселев. И до новых встреч. Играйте в футбол. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok